Тайная жизнь, измены, сломанный нос. Кристина Арбакайте. Дочь известной Примадонны Эстрады, за жизнью которой следят миллионы людей. А ее прошлая жизнь немало кто знает, ведь еще тогда она была не такой известной, как сейчас. Мы решили вспомнить, с кем встречалась звезда Шоубиза раньше, кто были ее мужчины, а также напомнить о случае, когда ее бывший муж сломал ей нос за измену. Как известно, у матери Кристины Арбакайте было очень много мужчин, а связано это было с тем, что Алла Пугачева очень любила их внимание и быстро влюблялась, но также быстро она переходила на других. Не зря, у Пугачевой было аж пять браков. Именно поэтому, как читают многие, ее дочь унаследовала у своей матери любвеобильность. Первый парень у Кристины Арбакайте появился 15 лет. Им был известный Владимир Пресняков, который позже стал ее мужем. Но через некоторое время Кристина начала встречаться с тем самым, который в скором времени сломал нос ей. Ее избранником стал бизнесмен Руслан Байсаров. Именно после того, как Арбакайте рассталась с Пресняковым, выяснилось, что она влюбилась в Байсарова еще тогда, когда жила со своим первым парнем. Это также стало причиной их расставания. Сама Кристина призналась, что не могла жить двойной жизнью и ушла к нему, в которого она влюбилась и начала жизнь с чистого листа. Вскоре у них была свадьба, а через время родился сын Дэнни. Почти шесть лет они жили вместе, пока не случилась история, которая удивила всех. Как оказалось, во время отношений Кристины Арбакайте с ее мужем, у нее был роман с Василем Рудко, который был танцором на некоторых ее выступлениях на сцене. Руслан Байсаров увидел измену абсолютно случайно, ведь он сам не догадывался, к чему приведет его неожиданный приход. С букетом роз в гримерку певицы. Он зашел в гримерку, где увидел, что его жена очень мило общается, выпивает и целуется вместе с танцором, с которым у нее был тайный роман. Недолго думая, Байсаров словно потерял самоконтроль и ударил певицу с большого размаха прямо ей в нос, отчего она упала на пол и почти не шевелилась. На смену Байсарову пришли другие мужчины, Авраам Руссо, а потом муж, который живет с ней и по сей день, Михаил Зимцов.